Всем привет! Сегодня я хочу рассказать еще про один фильм, который я посмотрел. Точнее, это не фильм, а мультфильм. Вчера я побывал на допремьерном показе нового мультфильма Турбо. Возможно, те из вас, кто ходит регулярно в кинотеатр, видели уже трейлер этого мультфильма. В описании мультфильма, так чтобы вы понимали приблизительно, о чем идет речь, от создателей фильма Мадагаскар и Панда Кунг-Фу, Турбо – высокоскоростная 3D-комедия о рядовой улитке, которая осмирилась мечтать о величии и скорости. Удивительное происшествие чудесным образом наделяет Турбо суперскоростными способностями, и он реализует свои мечты на повышенной передаче. Отправляясь в необыкновенное путешествие, чтобы достичь, казалось бы, невозможного – сразиться за победу на гоночной дорожке с прославленным гонщиком Гиганы. С помощью навороченной команды ушлых городских улиток этот заведомый аутсайдер, рискуя головой и раковиной, доказывает, что никакая мечта не является слишком большой и ни один мечтатель не является слишком маленьким. А вот такие дела. Режиссером этого мультфильма является Дэвид Соррен. «Мандекаскар» и «Подводная братва» – тоже его работа. Что могу сказать о моих впечатлениях? В принципе, ничего большого не ожидал от этого мультфильма по одной простой причине. Я знал, что этот мультик будет на уровне. На уровне, который уже давно задали вот эти вот голливудские мультфильмы. Как всегда, отличная графика, причем это все в 3D, естественно. Как всегда, есть какие-то смешные персонажи со какими-то смешными фразочками и поступками. Великая идея мультфильма – показать, что маленькая улитка может обогнать самые скоростные болиды. Естественно, с хэппи-эндом, все как полагается. В принципе, неплохой мультик, однако я бы не сказал, что он вызвал у меня какие-то бурные эмоции. Знаете, хороший показатель того, насколько смешной мультик или фильм – это то, насколько сильно ты смеешься, глядя его сам. Потому что, если ты смотришь в компании какой-то фильм или мультфильм, в компании всегда веселее, в компании кто-то начнет, кто-то поддержит, и как-то смешнее всегда получается. Но когда ты смотришь его сам, это действительно показывает то, насколько он смешной. Вот я смотрел его сам, и не было таких моментов, чтобы я валялся на полу, и, честно говоря, зал тоже не очень-то и смеялся. Если сравнивать этот мультфильм с тем же Мадагаскаром, от создателей которого этот мультфильм, то Мадагаскар, конечно, гораздо круче мультик. Он мне больше все-таки сопоставим с ледниковым периодом. Турбо все-таки это не тот эшелон, это все-таки больше можно сравнить с такими мультфильмами, как… Помните мультик про попугайчиков, как его звали? Ринго или что-то в этом роде. Такой, я бы сказал бы, это мультфильмы второго эшелона. То есть, первого это для меня «Ледниковый период», «Шрек», «Мадагаскар», а вот «Подводные братья», да, вот это больше похоже на то, что я увидел с Турбо. Не, на самом деле, неплохой мультфильм, особенно, конечно же, детям понравится. Детям всегда нравятся мультфильмы, особенно такие. Но есть мультфильмы более взрослые, а этот все-таки более детский, не знаю. Ничего выдающегося в сюжете, кстати, на тачке немножко похоже, потому что тоже много разговоров и кадров о гонках, машинах и все такое. Кстати, да, вот на тачке очень похоже. Тоже приблизительно даже сюжет похожий, как неудачник все-таки выигрывает гонки. Извините, что я рассказал вам, чем закончится этот мультик, но я думаю, что это ни для кого не было бы неожиданностью. То есть, сюжет очень предсказуем, и это очевидно даже для тех, кто еще не смотрел этот мультик и ничего о нем не знает. Так что, такие вот у меня впечатления в этом мультфильме. Кому нравятся подобные мультфильмы, наверное, понравятся. А кому нравятся мультфильмы только в исключительных каких-то случаях, когда это действительно какой-то шедевр, то этот мультик на шедевр не тянет, к сожалению. Такое мое впечатление, такой мой обзор. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам хочется. А если не хочется, ставьте дизлайки. Ну, что-нибудь да поставьте. Комментарий напишите, пожалуйста. Все, спасибо за внимание. Ждите следующих обзоров. Всем пока!